Итак, сегодня мы поговорим о будущем. Многие учат время Future Simple как единственный способ говорить о будущем, и это в корне неверно. Носители говорят, опять же, в контексте, и сегодня я покажу вам, как можно использовать Present Simple и Present Continuous для того, чтобы говорить о будущем. Конечно же, мы затронем и Future Simple, но в реальной речи его используют довольно-таки редко. Итак, если вы не смотрели мое видео про Present Simple и Present Continuous, посмотрите их, я оставлю ссылки вот здесь, и также в описании к этому видео, потому что затрагивать грамматику сейчас мы особо не будем. Будем смотреть на контекстуальные моменты, когда можно применить это время. Итак, когда я говорю о будущем, какими способами я могу о них говорить? То есть я могу сказать, что я планирую поехать в Канаду через год, например, как многие из наших клиентов, или я планирую сдать IELTS через три месяца. В принципе, даже потому как мы говорим на русском, вы видите, что я говорю в настоящем времени. То есть когда я не говорю, что я точно сдам что-то там через три месяца, или я точно перееду через месяц в другую квартиру, или я точно сдам этот офис, не можем мы говорить во Future Simple. И, соответственно, мы должны использовать Present Continuous. Давайте посмотрим на этот пример. То есть что здесь произошло? Я говорю, что я собираюсь вот где-то вот здесь вот что-то сделать. И собираюсь я из сегодняшнего момента. Да, это упадет на временную, в будущем, допустим, через год. Но это если оно случится. Но так как мы не всегда можем стопроцентно говорить на будущее, мы говорим я планирую. То есть я говорю из сегодняшнего момента вот сюда. И возможно это будет здесь, а может быть вот здесь, а может быть вот здесь. Поэтому это не точно. И мы можем говорить только о своих планах. О планах мы говорим в Present Continuous. Я уже чуть-чуть об этом говорила, но выглядит-то будет так. Например, I am... И сам смысловой глагол мы ставим в Continuous. К чему я веду? Не надо говорить I'm going to go. I'm going to call you. I'm going to see you. Это я даже сейчас утрирую русский акцент. Так учат в российских школах. Это неверно. Носители все сокращают. То есть мы скажем просто I'm calling her next week. То есть я собираюсь звонить ей. Мы переводим вот этот глагол. Это meaning verb наш. Но по-русски мы скажем, я собираюсь ей звонить. Или я звоню ей через неделю. Ну, звучит немножко странно, да? Или я переезжаю туда через год. Но мы так тоже иногда говорим. То есть у нас будет активный глагол. Это глагол to be, да? Посмотрите, опять же, если непонятна грамматика. И здесь нговое окончание. И по-русски я говорю, я собираюсь что-то сделать. По-английски я просто говорю в настоящем. И вот эту точку во времени ставлю в конце предложения. Помните, да? Что когда всегда ставится в конце. I'm calling her next week. I'm moving to London next month. I'm selling my car soon. Скоро. Не знаю, когда точно, но скоро. То есть я собираюсь ее продать. Это крутой способ использовать present continuous. Любые здесь. Подставляйте лица, естественно. Спрягайте, и у вас все получится. Также это часто используется в reported speech. Когда мы говорим слова другого человека. Пересказываем. Мы говорим, она сказала, что собиралась продавать свою машину. Мы не знаем, она ее продала или нет. Про reported speech отдельное видео. Также подробно в моем курсе разговорного английского и грамматика. Я рассказываю, как вообще все это работает, когда вы начинаете вставлять эти предложения. Вроде как простые, но в reported speech там меняются вот эти маркеры, меняется грамматика немножко. Поэтому, если интересно овладеть действительно грамматикой, не просто посмотреть видосик в интернете, а действительно сделать домашнее задание, получить обратную связь от преподавателя, переходите по ссылке в описании к этому видео. Потому что я плачу вам за выполнение домашнего задания всем участникам моего курса. А также даю скидки на дальнейшее обучение в своей школе. Поэтому, если вы решили, что вам это нужно, приходите. Я также все понятно объясняю в моих курсах. Только там уже уроки более массивные. Больше информации и уровень до хорошего upper intermediate. Вы можете дойти с помощью этого курса. Итак, как еще я могу говорить о будущем? Если я чего-то, не то чтобы запланировала, а оно происходит по расписанию, и я точно знаю, что оно произойдет. Это относится особенно к поездам, самолетам и таким вещам, которые от нас не зависят и являются расписаниями. То есть я могу сказать, что поезд уезжает. То есть вот я здесь. Поезд будет там в 8 утра, например. У АМ, да, уезжать он будет. Но так как он уезжает каждый день в 8 утра, то есть эти 8 утра, они вроде как в будущем, да, но это по сути вот. Помните, как мы говорили про present simple? Это событие, которое постоянно происходит в одно и то же время. И оно, получается, подпадает под это правило. И я скажу the train. То есть прям стандартный present simple. Leaves. То есть видите, у нас наш активный глагол в данном случае и смысловой глагол, meaning verb. Он спрягается относительно train. Это единственное число. The train leaves. Я скажу tomorrow. То есть вот я использую маркер будущего времени. Вот он действительно еще не произошло. Там at 8 a.m. Соответственно, я вроде как говорю про будущее, но я говорю, что это стопроцентно происходит. Я по-русски, может быть, так же бы сказала, что поезд уходит завтра в 8 утра. Уходит. Это настоящее время. То есть здесь у нас похожая штука. Это именно про расписание. Собственные привычки сюда мы обычно не вставляем. И третье, когда мы как раз используем future simple, это когда мы говорим о тех вещах, которые нам взбриндели в голову только что. Например, мне кто-то звонит. Я говорю, слушай, перезвоните через 5 минут? Вот именно перезвоню. Я как бы обещаю, даю стопроцентное обещание, и я принимаю решение прямо сейчас. Или мне кто-то говорит, а не попить ли нам чай? А давайте-ка попьем чай. А давайте поиграем в нарды. А давайте уедем куда-нибудь на выходные. И тогда я буду использовать настоящий future simple. Например, Через 5 минут по-английски это Не during 5 minutes, не after 5 minutes. Всякое разное я слышала уже. Но in 5 minutes. Вот. Здесь мы используем активный глагол will. Это очень простое время, потому что у will есть только одна форма. Мы уже shall не используем, кроме каких-нибудь вопросительных предложениях, когда мы помощь предлагаем. Типа, shall I close the window? Мне закрыть окно? Shall I call you tomorrow? Мне завтра тебе позвонить, типа там, разбудить тебя с утра? Или shall I pick you up at the airport? Типа, тебя забрать в аэропорту? То есть мне стоит это сделать? В обычных предложениях мы уже не говорим I shall, как раньше, да, разделялось. Мы просто говорим все will. И он, ну, никак не спрягается, да, он как бы спрягается, но все формы одинаковые. Следующий глагол у нас стоит уже в первой форме, мы его не трогаем. Там могут быть еще глаголы, если это необходимо, да, например, я позвоню тебе, чтобы напомнить. Я бы сказала, I will call you to remind about our meeting. Про это отдельное вообще нужно видео, и не одно, это герунт-инфинитив. Правило, когда у нас много глаголов идет подряд, и нам нужно каждый глагол, в зависимости от предыдущего глагола, ставить либо в инфинитив, либо в герунт. Кстати, есть подробно в моем курсе. Итак, как делается отрицание? Очень просто, да, у нас будет опять лицо, будет will, будет просто частица not, и глагол в первой форме. И, естественно, отрицание, как мы уже знаем, у нас будет рокировка, у нас будет will, лицо, и... Здесь может быть вопрос, когда? Когда ты в будущем собираешься это сделать? When will you go there? When will you call me? И так далее. Мы здесь будем задавать вопрос, когда мы у человека требуем принятие решения прямо сейчас. Если я у него спрашиваю, а когда ты планируешь туда переезжать? Я спрошу в continuous. Если я спрашиваю, когда твой поезд уезжает? Я спрошу в simple. То есть здесь я спрашиваю только, когда я думаю, что человек сейчас такой задумается, и скажет, ну, через три дня. Соответственно, смысл и контекстное применение остается независимо отрицания, вопроса или утверждения. Сейчас буквально пару предложений для того, чтобы вы могли потренироваться. Также, как обычно, пишите мне в комментариях ваши варианты, мне будет очень интересно, как вы усвоили эту тему. На что смотрим? Если в контексте он планирует, мы говорим в continuous. Например, То есть мы поговорили, мы уже договорились, что мы сегодня увидимся и идем в кино. Вот это То есть ее самолет не только может улетать по расписанию, но не прилетать по расписанию тоже может. Ну и вот это Типа, а я только что решила, что я завтра зайду к тебе и принесу всю почту. В Америке так часто бывает, что почту оставляют просто вот на ступеньках, если нету почтового ящика, и соседи ее подбирают, если, например, вы уехали на неделю куда-то, вы просите соседей подбирать вашу почту, и они потом вам ее заносят. Вот он говорит, я завтра зайду и закину тебе твою почту. То есть он только что принял это решение, он как бы договаривается. Он не говорит, что я планирую, или я регулярно приношу тебе твою почту. Нет, он говорит, завтра. Или в вопросе можем здесь придумать, например, Ты поможешь мне с моей домашней работой? То есть помоги мне, пожалуйста, по сути я говорю, но спрашиваю в будущем. Человек, конечно же, это не планировал и по расписанию это не делает. Он должен сейчас задуматься и сказать, ну, конечно, помогу. Поэтому я и спрашиваю вот в этом времени. Потренируйтесь, пишите мне утверждения, отрицания и вопросы. Мне будет интересно посмотреть, как вы умеете хорошо применять вот эти два времени уже. Если будут трудности с написанием этих предложений, смотрите мое видео про Present Simple и Present Continuous. И удачи вам делать большие грандиозные планы на будущее. Надеюсь, английский и овладение разговорным в английском будет одним из ваших планов в ближайшее будущее. Успехов вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok